Всем привет! Сегодня у нас будет история от моей подписчицы. Давай я зачитаю письмо, сделаю какие-то комментарии и вы напишите тоже в комментариях свое мнение по этому поводу. Итак, давайте приступим. Добрый день! Познакомилась с турком на работе. Через месяц встреча они и начали жить вместе. И так уже 5 лет. Спустя первого года сожительства он был против моей работы в офисе. Я уволилась, закончила курсы маникюра, работала на дому, клиентов мало. Сначала был очень ревнив, но потом уже стал больше мне дверять. Да и повода я никогда не давала. Но недавно он купил себе собаку Хаски, потому что это была его мечта. Мы живем на арендованной квартире. Щенок неделю жил у него на работе в закрытом помещении, у него было расстройство желудка от неправильного питания. Мне было очень жаль его. Я попросила привезти по на пару дней, хотя бы вылечить его. Я не имела понятия, что делать с таким малышом, но читала в интернете информацию, искала все. За два дня я научила его ходить в туалет на пеленку, готовила ему кушать, играла, обнимала как ребенка. Второй день мы провели все вместе. И выходной. Я заметила, что турок мой относится к щенку как к игрушке. Мне было очень жаль его, ведь такое у него будущее непонятно. Это издевательство над животным. Он его водил к ветеринару, ему дали от паразитов лекарства, хотя он был чистый так. А еще пять уколов от поноса. Я, как начала в этом всем разбираться, проблема была в неправильном питании. Это безответственность с его стороны, со стороны ее парня хозяина. Я просила вернуть малыша назад хозяину. Мой турок в своей 37 не был женат, не имеет своего жилья. Я считаю, что заводить собаку нужно, когда есть своя жилплощадь. Я весь день проплакала, обвиняя его в безответственности и мучении животного. Мы очень поссорились. Позже он написал, что щенка отвезет хозяину, но меня больше видеть не хочет, так как это значит, что я так и к ребенку нашему буду относиться. Мы живем уже около пяти лет, и предложения он мне так и не сделал. Типа все в планах, покупка квартиры, свадьба, дети и так далее. Но если щенок был его мечтой, и он ее осуществил, несмотря ни на что, до свадьбы, то со мной, значит, моя свадьба с ним не входила в планы. Больно вдвойне. Хочется ваш взгляд со стороны, очень уважая ваше мнение. Еще девушка дописала. Если вкратце описать наши отношения, то это выглядело так. Он обеспечивал быт, а на мои личные расходы я зарабатывала маникюром. Но мне хотелось какой-то самореализации. Я была недовольна тем, что я делаю, и меня съедали нереализованные мечты. Он не делал предложение мне, а я и не давила на него, так как считала, что нужно сначала чего-то достичь самой, подготовить, на всякий случай, какую-то финансовую подушку безопасности. За пять лет между нами наладилась прочная связь, но последний год я чувствовала холод в отношениях с его стороны. Я спросила. Он ответил, что это так должно быть. У всех пар так начинается. Страсть сначала буря эмоций, а потом затишье. Но в последнее время я даже заметила, что он что-то делает для меня неискренне, как будто притворяется, обнимает и целует тоже так же. Итак, конец письма. Комментарий по этому поводу, вообще что-то в отношениях. Очень просто, мне кажется, всем все здесь понятно. Парень безответственный, просто ситуация с щенком. Ты также будешь относиться к нашим детям. Он просто переложил ответственность, вину на вас, хотя, по сути, он плохо относился к щенку. И вообще он безответственный человек. И его поведение, безответственность, вы увидели ее всю с другой стороны, все это поведение на этом несчастном животном. Я надеюсь, что животное все-таки в итоге там как отдали, его попросили, что это, да, действительно, это игрушка не уход. И вы в его руках были игрушкой. Вот этот несчастный щенок-животный, это просто такое перенос, олицетворение ваших отношений. Вы, как этот щенок, с вами тоже играли. Но, понимаете, это же от вас зависит, когда это прервать. Вы дотянули, ваше вина все равно есть, да, в том, что вы до пяти лет дотянули, молчали в чем-то, хотели кого-то что-то добиваться. То есть это в ваших же руках было все это прервать. Но в силу своих личных причин, своих каких-то оправданий его с какой-то точки зрения, вы этого не делали. То есть, по сути, что сложилось, да, обидно пять лет союза, но причина все равно, вина-то в вас тоже есть, да. Вы могли это все прервать, если бы сели анализировать и не глушили свои желания, там, свадьбы, всего прочего. То есть вы на него переложили всю ответственность в отношениях. У него должна была быть роль взрослого, да. Вы как бы вроде партнер-напарник с ним, тоже взрослый, но он почему-то один решать должен был, да. Типа вас кормил завтраками в планах свадьба, в планах квартира, все в планах у него. Но по жизни у него плана никакого нет. Он просто живет, наслаждается, он разгильдяй, он вообще просто, ну, такой человек, которому ни до чего нет дела. Ну, короче, вы понимаете, да, какая у него суть. С ним вообще каши не сваришь никакой серьезной. Ему ничего это не надо. У него на это какие-то свои личные проблемы есть, скорее всего, что-то в его голове. Он боится, скорее всего, серьезных отношений. Он вообще по жизни человек несерьезный и безответственный. Что идет от его семьи, родителей и все прочее. Примеры там с детства. Или родители его таким воспитали, слишком его опекали. И поэтому такой мамкин сынок, они вообще не самостоятельны, никакой мужчина. Но вы же рядом с ним находились, поэтому вот так. Да, ситуация с собакой, лакмусовая бумажка, вы посмотрели на него с другой стороны, и еще он вас виноватый выставил. Я хочу сказать, что вашей вины, даже то, что вы заберегали эту собаку, никакой нет. Это просто мужчина настолько не хочет брать ответственность, что виноватый выставляет вас. Знаете, что я могу сказать? Письмо мне давно пришло. И у меня просто не было, к сожалению, раньше возможности. Все по очереди у меня публикуются. И если вы до сих пор еще, скажем так, не поверились с ним, не надо этого, конечно, ни в коем случае делать. Это наконец-то, эта ситуация, и он сам поставил точку в ваших бесперспективных отношениях. Вся эта бакутерема еще тянулась долго-долго-долго. Вы даже сами заметили, что в последний год он ко мне охладел, он уже так для галочки обнимал, целовал, без особых эмоций. И это же все-таки оправдание, его фраза. Ой, у всех вот так бывает. Сначала страсть эмоций, а потом охлаждение. Разве? Поспрашивайте счастливых людей, кто любит друг друга, кто много лет, больше 10 лет вместе. В отношениях таких вообще, мне кажется, отдельное видео об этом надо снять, эгоизм, чуточка эгоизма, это нормально. И в отношениях надо думать в первую очередь не о том, как кому-то было бы хорошо вашему партнеру, а в первую очередь о себе. И отслеживать в отношениях всегда моменты, когда вам становится некомфортно, что-то не так, как вы хотели. Вот, например, вы хотели замуж, свадьбу, а этого не происходит, и вы чувствуете, вас это начинает тревожить. Об этом уже можно, скажем так, поговорить или что-то предпринимать. Короче, вот эти моменты в отношениях надо всегда отслеживать. Поэтому я бы вам хотела посоветовать в будущем в новых ваших отношениях, эти никогда к ним вообще не возвращаться, вы увидели вот человека, какой он есть, его нутро поведения, вот ярче не бывает. Пример вот этот песик, пожалуйста. И отношение будет и к вам, такое было, как к этой собаке играючее, и к вашим детям. Как вообще, какие дети свадьбу с ним, насколько он безответственный, у него ничего нет, никогда ничего не будет, ему ничего не хочется, ему не надо, он безответственный человек. К этому вообще не возвращайтесь, все, это урок вообще, не надо там, там нечего ловить. И в будущем я вам просто от души желаю не ущемлять себя в отношениях, не ставить себя на последнее место и думать, что в первую очередь, как там у моего мужчин, что не надо вообще вокруг мужика скакать и прямо так чересчур его оберегать и быть для него всем в самой лучшей. настанет время, когда мужчина перестанет это интересовать, это ему надоест. Я вам просто желаю от души вот это анализировать, мимо себя не пропускать. Если вы, короче говоря, попроще к этому относиться, к отношениям вообще к мужчинам, любить себя больше, думать о себе в первую очередь, чтобы вам было комфортно. И вот честно, причины же очень простые всегда на вот такое поведение, на низкую самооценку, либо себя ставить на второй план и всё прочее. Это какая-то недолюбленность. Если вам вот с детства не хватало любви от своих родителей, близких или доброго лишнего слова, вы должны в себя, начинать себя саму любить. И часто у людей вопрос, а как себя любить? Очень просто, женщинам любить себя. Какая-то лишняя копеечка у вас есть, сделайте себе приятно. Не откладывайте на потом или, ой, я сначала ребёнку куплю или там мужу или ещё что-то такое. Нет. А я хотела всё-таки, у меня есть там, например, какие-то свободные деньги. Я хотела тебе, например, красивые туфли и какую-то юбку, платье, какую-то косметологическую услугу или там как-то у какого-то супермастера покрасить себе волосы. То есть для себя начинайте делать. Не так, что я обиходила, распорядилась деньгами, всем всё хорошо в своей семье, а потом уже для себя. Нет. В первую очередь для себя, потом для всех остальных. Это не всегда так должно быть, а вот на этот период того, как вы учитесь себя любить. Научитесь себя любить, научитесь принимать от мужа подарки, знаки внимания. К сожалению, очень многие женщины этого не умеют делать. Мужья или парни какую-то мелочь делают, покупают билеты куда-то. Я не говорю о больших подарках, там, букетах огромных метровых роз, машинах и всём прочим. Это же не среднестатистические подарки, да? Какое-то просто внимание. Или женщина, которая себя не любит, она «Ой, да не надо!» скажет. «Ой, да спасибо, не стоило утруждаться!» То есть в любом случае, принимая подарок, она говорит как бы «Спасибо, но нет!» Ну, может, примет. Но вот эта частичка отрицания, частичка её скромности, «Не надо было мне!» «Не надо любить!» Вот это вот сегодня непринятие любви. Это вот оно и говорит о том, что, скажем так, я себя не люблю, и другие окружающие меня не могут любить. Так это работает. И вот чтобы начать себя любить, вы просто, например, как вариант, можете себе сказать «Всегда говорить да!» Знаете, фильм «Всегда говорит да!» Вот это очень яркий пример. Например, мужчина за вами ухаживает, вы там не в постоянных отношениях, у вас два ухажёра, ну, возьмите себе за правило в ближайшие пять дней каждому всегда отвечать «Да!» на ухаживание, пригласили в кино вас, в ресторан, вы бы, может, сомневались, это ну окей, авантюра какая-то, скажите «Да, я пойду!» То есть позволяйте себе, своей психике, в своей голове себе, что я за это ничему не должна никому, да? Я себя люблю, вот этому человеку я приятна, я позволяю делать подарки, позволяю за собой ухаживать, может быть, у нас что-то получится, может быть, я его там распробую в общении, это может быть интересный человек, может, он не до конца передо мной раскрылся, то есть я даю шанс ему. Но если вы там в протяжении недели, двух, трёх и месяца вы понимаете, что он не ваш человек, вы можете с ним прекратить какое-то общение, позволяйте, короче говоря, вне Вселенной делать вам подарки, не отвергать их, а принимать. Вот это и есть любовь к себе, с вот этого надо начинать, вот эти потоки позитива, плюсов, не перекрывайте, принимайте. И когда вы уже насытитесь вашим нутром этими плюсами позитива, по-другому будете смотреть, вы сможете с полотно принимать подарки, вы сможете тот же по любовь-позитив отдавать вне, обратно, да, людям, делать что-то хорошее. Вот так это работает, это взаимобмен всегда, и так в отношении с мужчинами. Так что этой девушке я желаю найти новые отношения, этот мужчина, не то, что вас там не достоин, вы, ваша частичка вины есть, я думаю, вы сейчас все понимаете, что вы не так делали. Вот такой вот он был, вы просто закрывали глаза, по силу вашей нелюбви к себе, вы терпели такое отношение, хотя если бы до ситуации с собакой, вы кому-то это все рассказывали, да, со стороны так почитать, это бы все было видно, собака лакмусовой бумажкой лично для вас вот этот случай стал, проявил все его, вы на него посмотрели с другой стороны, вот и все. Так что не расстраивайтесь, еще много мужчин в вашем резиновом пути будет просто найти для себя достойного вот что. Пишите комментарии под этим видео, что вы думаете на эту тему, будет очень интересно почитать. Спасибо за внимание, всем пока.